Глава девятая. Антиквар, инквизиторы, художник. К утру Ровный мог бы сказать, тот список я прочел до половины, но он не был склонен подражать старику Гомеру. Вместо этого он отложил рукопись и заковыристо выматерился, что в общем-то было ему не свойственно. Рукопись обрывалась, страниц не хватало. Вот такая катастрофа локального масштаба. В папке, в самом ее начале, лежали письма. Не письма, даже короткие депеши, явно черновики, предназначенные для писца. Принадлежавшие руке Филиппа Делолена, которую антиквар уже успел изучить. Да только толку-то с них. О да, коммерческая ценность зашкаливала, без сомнений. Был бы жив несчастный жадинный меркантильный сукин сын Артем Петухов, прыгал бы от радости выше головы. Но, увы, тело его лежало сейчас в холодильнике, абсолютно бесполезное и никому не нужное, кроме, наверное, судебного патологоанатома, которого бог и государство наделили обязательной тягой ко всяким мерзостям. Ведь кто-то должен в них копаться. Ровный тоже относился к породе сукиных детей. Но сейчас ему нужны были не деньги. Он жаждал, именно так, жаждал разгадки. Что было дальше? Этот вопрос был напрямую связан с его новым, ранее незнакомым состоянием. Антиквар боялся. Боялся так, как никогда раньше. Он даже не знал, что такое бывает. Не парализующий страх перед несущейся электричкой, не опасение неизбежного конца в виде кирпича на голову или чемпиона в тяжелом весе, рака. Нет, это все знакомо каждому. А от того нормально. Ну, практически. Этот же новый ужас был именно ужасом. Ощущение того, что стабильный мир дал трещину, и в него ворвалось неведомое. То, чего не может быть. Но оно было, чувствовалось и пугало. Пугало самим своим постоянным присутствием. Я здесь, парень, и тебе придется с этим как-то жить. Как недавно, когда страх атаковал антиквара в ночной квартире. Тогда была концентрированная доза, но в ограниченном отрезке времени теперь именно то же ощущение. Не такой интенсивности, зато постоянно. Кирилл теперь понимал, отчего наркоман и внук геройского деда по совместительству так старался спихнуть эти бумажки. То, что в них написано, было настолько неправильным, что просто не могло быть, существовать и быть правдой. Но ровный Чуэлл, правда. Уж очень заметно отличие от стандартных средневековых фантазий, вроде письеглавцев Марка Пола и прочих гогов с магогами. И в этом требовалось разобраться. Причем, чем быстрее, тем лучше. Потому как перед глазами все еще стоял интерьер петуховской спальни с двумя растерзанными телами. Вот это страх вполне понятный и конкретный. Антиквар более не сомневался, что бумаги и жуткая участь его друга связаны. Потому как наркоман Дима не мог прочесть содержание бумаг, но все равно очень боялся. Это совершенно необъяснимо и с точки зрения сухой науки невозможно. Но от архива веяло, вполне ощутимо веяло ветром страха. «Как разбираться будешь, дубина?» Спросил ровный сам себя, поднялся из-за стола и потер глаза. По ту сторону занавесок вовсю светило солнце, а сквозь припоны стеклопакетов рвался ощутимый запах соседского кофе. «Утро хозяйничало в мире, ведь антиквара стратил на чтение всю ночь». «Дубина!» — повторил ровный, обращая стопы на кухню. «Вот чего тебя заклинило, а?» Далее мысли обратились в направлении ФСБ. Потому что заклинило антиквара и в самом деле знатно. Сразу, сразу еще в милиции надо было рассказать о своих подозрениях и делишках Петухова. И уж тем более не интересничать, когда за него взялись представители конторы. Но в первом случае помешала жадность, коммерческий интерес, мать-те-те, а во втором — необъяснимое любопытство. Я же ученый, пусть бывший, попытался обмануть себя ровный насчет любопытства. И не обманул. Какой ученый? Барыга! Самый банальный барыга! Звонить, срочно звонить, где там визитки? Антиквар пришлепал с кухни, дуя на чашку кофе, поминутно обжигаясь раскаленной сжиженной бодростью. Нашарил на столе орленой визитки, ухватил трубку и... набрал номер наркомана Димы. «Оле!» — сказала трубка. «Дмитрий!» «Чего надо?» «Вас, молодой человек, вас!» — сказал Кирилл. «Ровный, — говорит, — узнали». «Ну, знал. Надо, — говорю, — чего?» Судя по голосу, Дмитрий мучил обстиненция, а может быть, просто не выспался. «Надо обсудить несоблюдение договора с вашей стороны, молодой человек». «Чего?» «Того, что ты, козел, бабки взял, а товар отдал не полностью!» Рявкнул ровный, внезапно взъярившись. «Где вторая половина рукописи? Ушлепок! Ты чего себе думаешь? Что нас можно кинуть по-тупому, ты, говнюк убогий!» «Какого хрена, чувак? Какая вторая половина?» «Заткнись и слушай! Сейчас десять утра! Я буду очень скоро! Если ты не отдашь мне бумаги или если тебя не будет на месте, с тобой буду разбираться уже не я! Ты понял?» «Да пошел ты нахуй!» — ответил Дима и отключился. «Ах ты говно!» — заорал в немую трубку антиквара и стал лихорадочно одеваться. О чем он думал в те секунды, остается решительно непонятным. Надо полагать, что проблески рационального разума имени Рида Декарта все еще пробивались через дурман эмоций, потому что визитки ФСБшников он все-таки прибрал в карман. Через 20 минут зеленый Паджеро несся в направлении чугунной улицы, повизгивая покрышками и поревывая дизелем. Над рулем мелькали налитые кровью глаза и нехорошо перекошенный рот. Мания. Истинная мания владела Кириллом, обычно рассудительным и даже боязливым в действиях. Тем не менее, рацию, а то самое глубинное, сработало. Ровный вытащил из нагрудного кармана рубашки первую попавшуюся визитку, а потом извлек телефон, принявшись за не самое безопасное на свете дело — набирать номер на скорости 80 км в час на улицах мегаполиса. — Алло, алло! — Слушаю, Бецкий. — Владислав Аркадьевич! — Слушаю вас. — Ровный говорит. — Кыто, простите, вас плохо слышно. — Ровный, Кирилл, мы вчера виделись на улице. — Ах да, господин Ровный, чем могу быть полезен? — Можете, — заверил Ровный. — Я вчера долго думал. Короче говоря, я прямо сейчас еду на чугунную, прямо туда, где мы встречались. Вы адрес помните? — Конечно помню. — А, так вот, что за шум. Вы на машине. — Именно. Подъезжаете, есть разговоры и вещественная улика. Ну, я думаю, что улика. Буду на месте минут через двадцать. — Мы на Литейном. Не думаю, что поспеем одновременно с вами. Тут такие пробки. Неважно. Дождусь. На пассажирском сидении под жиро лежал кейс, тот самый, с капитальной папкой скоросшивателем. — Ну и к монахам, — думал про себя Кирилл. — Отдам конторским, целее буду, а для любопытства у меня сканированная ксерокопия есть правильная мысль. — Зачем при этом ехать к наркоману? А вот бес знает. Причем именно так, бес. Мелкий бес толкал антиквара вперед. А может, не такой уж мелкий? Визгливо затормозив возле дома на чугунной, антиквар покинул авто и огляделся. Улицу мело летней метелью. Тополиный пух сверкал в лучах утреннего солнца, перекатывался, взлетал, падал, повинуясь шалостям ветерка. Вот ведь черток, полудня опять заткнется. Подумал Ровный, разумея, недолгий утренний ветер. И будет снова не город, а микроволновка. Ишь как припекает, будто не Питер вовсе. Чугунная улица, а точнее дом номер шесть, тоже были не совсем в порядке. А отсутствовала важная достопримечательность, которую Ровный против воли искал взглядом. На скамеечке не было вредного художника. Как там его? Пантекорво? Как вчера пропал, нагнав туману, так и не возвращался. Впрочем, кто знает, ушел за газетами, гуляет, посещает продовольственные лавки. Мало ли, может быть, занятий у пенсионера. Ну и пусть его, постановил антиквар вслух, разгоняясь в сторону парадного. Внутри уверенно разворачивалась пружина злобы. На себя за явную дурость, на обдолбанного Диму за хитрожопость, на город со жару. И даже на новоприставленного Петухова за то, что так не вовремя зачехлился. Хлопнула дверь подъезда, и Кирилла обняла прохлада. Прохлада и тишина, будто не обшарпанной створкой отек он себя от мира танковым люком. Окно на площадке изо всех сил било светом, будто лазерная пушка. В солнечных лучах играли свои игры пылинки напополам с вездесущим пухом тополей. Ровный шел сквозь них, постепенно тормозя изначальный разгон. Было ему здорово не по себе. Все-таки один к явно неадекватному наркоману. Чушь какая! Прошипел антиквар злобно и запрыгал через две ступеньки. Еще одной чертой лестничного пролета был неожиданный холод. Если у дверей парадного сделалось прохладно, то теперь холодно. Или, пожалуй, морозно. Кирилл даже обтер взглядом стены. При такой температуре впору завестись инью. Но не было никакого иния. И отчего-то было очень и очень тихо. Будто вымер дом, заодно утащив на тот свет все положенные мегаполису шумовые эффекты. Рык грузовиков, сигналы автомобилей, голоса людей, ветряной тополиной шелест. Тряхнув себя оцепенение, ровный шагнул к двери. Подышал для бодрости и силой постучался, игнорировав звонок. «Эй, Дима, открывай!» Молчание было ему ответом. «Твою мать, открывай! Я знаю, что ты здесь!» И опять оно. Молчание. Антиквар вдарил по двери уже серьезно. Аж кулак засоднило. Дверь подпрыгнулась, рикошетил от косяка и отворилась. Ровный невольно шагнул назад. Но, вспомнив, что наркоман не имел обыкновения запирать дверей, вторгся в квартиру. «Короче, я вхожу. Сейчас у нас с тобой будет разговор. Хочешь ты этого или нет?» Пообещал ровный. И соврал. Потому что заходить вглубь наркомановое обиталище ему вдруг совершенно расхотелось. Воняло. Не скотобойник, как у Петухова, но все равно запах впечатлял. Общая мертвая тишина и отсутствие всякого движения до того напоминали совсем недавнее приключение на Петроградском, чтобы понять его можно. Антиквар прокрался на цыпочках к углу коридора, постоял у стенки, выругал себя мысленно за смехотворное поведение и шагнул в сторону кухоньки, где, по мнению Ровного, должен был обретаться наркоман. И он не ошибся. Вот только наркоман обретался на полу, в луже мочи, лицом вниз, ногами к опрокинутому табурету. Убойные ароматы вылетали наружу именно отсюда. Передознулся. Ну и смердит от него. Вот ведь, блин, только бы не сдох. Такие слова пробежали в антикваровой голове. «Эй, полудурок, тебе сперва вломить, а потом вызвать скорую. Или сперва вызвать, а потом вломить!» Крикнул Ровный, как он надеялся, грозно. Полудурок, как и ожидалось, молчал. Однако пальцы его подрагивали, подрагивали и ноги. Ровный протопал на кухню, стараясь держать ртом и как можно реже. Перед валяющимся торчком он остановился, ибо слабо представлял, что в таких случаях делают. В меню, которое развернула услужливая память, присутствовали следующие пункты. Облить водой. Нахлестать по щекам. Сделать укол адреналина или искусственное дыхание рот в рот. Адреналина не имелось. Ровно как и желание трогать пациента руками, тем более губами. Поэтому Ровный обошел лужу мочи, добрался до раковины, добыл под нею ведро, наполнил до краев. А потом с мстительной радостью окатил в Бугуслава, начав с головы. Помогло. Наркоман Дима резко поднял голову от пола и уставился перед собой. Был он бледен, с отливом в синеву. На скуле багровел кровоподтек. Явный след знакомства с полом. Он заворочил головой в одну сторону, потом в другую, пока не уперся глазами в ботинки Кирилла. Словно зацепившись задних взглядом, он замер и стал поднимать лицо все выше и выше, наведясь в конце концов на ровного. Эй! Ты чего? Только и смог выговорить тот против воли пять-осьмим раковин в коридор. Лицо, бело-синее, разбитое при падении с табурета было не в порядке. Главный непорядок заключался в глазах. Белки густо располосованы красными прожилками, неподвижные, невероятно суженные зрачки. Мысль в них читалась ровно одна. И такая, что связываться с носителем ее категорически не хотелось. В глазах пылала ярость. Наркоман тихо засипел, а потом зарычал. Потом медленно подвел руки под грудь и прыгнул прямо с пола из положения лежа. Куда его понесло с утра пораньше, вот что интересно, сказал Бецкий, выруливая Лексус из автомобильной запруды литейного моста. Хорошее у тебя утро, Слава! Отозвался с пазажирского сидения Быхов. Одиннадцатый час, добрые люди уже на работах работают с девяти утра, а некоторые даже с восьми. Этот ровный антиквар к добрым людям не относится. Отрезал Бецкий и ловко разминулся с кормой маршрутного такси, которое проводило японский болид гневным гудением. Добрые люди, на заводах, а он спекулянт и язва. Слава, ты аккурат не убьешь ведь, прокомментировал Быхов очередной маневр товарища. Ну уж, язва, нормальный мужик, выживает как может. Что ты хочешь? Время такое? Хочу, чтоб мне мозги не вкручивали. Эти сорок минут вчера развлекался, юморист, чертов. Запали мне сигарету. Вот так. Бецкий принял зубами первый утренний кент. Тогда как мы ему со всей душой намекали, давай, милый человек, по делу, коли что знаешь. Ясно же, что замазан по глаза, а он что? Твое замазан, к делу, как говорится, не подошьешь. Нам ему предъявить нечего. С какой такой радости ему с нами откровенничать? Ответил Быхов. С такой, что мы людей спасаем, и его, между прочим, тоже, мог бы пойти навстречу, а не упражняться в остроумии. Бецкий крутнул руль, бросив машину на набережную, которая, по счастью, не стояла мертвой пробкой. Вяло, но плелась. А лучше, как при ежове, вломились в квартиру, поговорили по душам, подначил напарника Быхов и тоже поднес сигарету к прикуривателю. При ежове в квартиру ломиться не потребовалось бы. Какой уж там ежов. При Андропове увидел бы корочки, раскололся в момент до самой жопы. Потому что уважение к органам – залог безопасности государства. Вот именно, при ежове и Андропове было за что уважать, а теперь, а теперь нас, обывателю, уважать особенно не за что. Я и говорю, спекулянт, язва и козел. Заключил Бецкий, вовсе не обратив внимания на крайнюю свою нелогичность. А вот куда его понесло и зачем вот этот вопрос? Хотел поговорить, так подъехал бы на Литейный или сидел дома. Козлина! Прошипел Бецкий и согласно кивнул. Сделает он нам проблему, вот увидишь. Не знаю насчет проблемы, но, насколько я понял по голосу, парень явно неадекватен текущему моменту. Надо его перехватить, пока он глупостей не наделал. Он уже наделал. Чугунное. Это ж он к обторченному гражданину Богуславу намылился. За каким бесом? А Богуславу надо было еще вчера передать наркоманское управление, у него же не квартира. Склад этой дряни. Не наш профиль. Нам что, за каждым упоротым балбесом гоняться? Да я так, из солидарности с коллегами. А ты погляди, что творят? За поворотом на улицу Арсенальную их караулил патруль ДПС. Ошатлевший от счастья, еще бы Лексус попался. Бдительный постовой выпрыгнул на дорогу, вращаясь жезлом, совершенно упустив из виду конторские номера. Бецкий вынужденно затормозил, испятнав асфальт дымящейся резиной. В водительское окно троекратно стукнулся жезл, а когда она уехала вниз, образовавшийся проем заполнило пухлое радостное лицо под сенью аэродромной фуражки. Старший сержант Плетнев, представилось лицо. Нарушаете? Бецкий выставил наружу участок тела, к которому крепилась левая рука и голова. Старший сержант Плетнев, ты чего под колеса кидаешься? Я вас спрашиваю, почему нарушаете? Так, предъявите документы и выйдите из транспортного средства. Патрульный посуровел, отступил назад, положив руку на кобуру, прятавшуюся в тени могучего пуза, на котором трещал застежками бронежилет. Ты, видать, недавно служишь? Номера посмотри, прежде чем под бампер сигать. Посмотрел? Тогда посмотри вот на это и служи дальше. Бецкий продемонстрировал удостоверение. Страж дорог извинился, козырнул и очистил горизонт. А чекист принялся ругаться, что вот из-за таких неопытных можно все дело провалить. В самом деле, какой идиот станет тормозить машину с номерами ФСБ? Ведь если она, машина, нарушает скоростной режим, значит, у экипажа имеется неотложная необходимость. А если таковой нет, все одно, не проверить и мздой не рожиться. Полупустая арсенальная в пять минут донесла Лексус до места. Проколесив по улице имени самого углеродистого состояния железа, товарищи высадились под для хорошо знакомого зеленого поджера. Джип был пуст. Пустовал и тротуар. Лишь недалекая заправка обслуживала приблудившийся пассат. Да в ароматный мир на другой стороне дороги забежал страждущий. В воздухе плыли заводские звуки и плотный запах падавший на город жары. Быхов выглядел пейзаж и звучно чихнул. Ак-кхи! Аллергия! Тополиный пух сведет меня в могилу! Пожаловался он. Тебя не пух. Тебя вот это вот скорее. Бецкий продемонстрировал напарнику окурок. И жарища! Закончил Быхов. Чего мы по такой жарищи-то в костюмах ходим, как мазохисты? Ствол прятать удобно. Бецкий одёргал в пиджак и закрыл машину. Ствол можно и под рубашкой того. И будешь ты похож на придурка из фильма про калифорнийских бандитов. Ладно, бросай трепаться, двинули. Куда? К наркоману Диме? К нему, к нему. Или я не заметил господина антиквара? Чекисты достигли обшарпанного парадного, подле которой пустовала не менее обшарпанная скамейка, где не караулил сегодня художник Панте Корво. Оба замялись перед дверью. Идти внутрь почему-то не хотелось. Ты серьёзно веришь в этот бред? Спросил Бецкий непонятно, по всей видимости, в продолжение какого-то давнего разговора. А ты за 12 годков в управлении ещё не отвык удивляться? Парировал Быхов. Уж очень бред матёрый. Матёрый. Согласился нескоро слычекист. Но чё встал? Вперёд! Надо было взять дробовики. И Бецкий процитировал тот самый фильм про калифорнийских бандитов, очень похоже сымитировав даже сокрушённый тон голоса, и шагнул в сырую прохладную темноту за дверью. Художник Панте Корво вовсе не просто отсутствовал на посту перед парадным. У него была уважительная причина – его не было дома. В то самое время, когда высокие маленькие чекисты мялись перед парадным на улице Чугунной, словно поражённые внезапным параличом, Старый художник не мялся, но действовал на проходной судебно-медицинского морга, что на Екатерининском проспекте, 10. Снаружи раскинулось телевое море лип, обворожительно пахнущих, несмотря на жару, а внутри, опять-таки, несмотря на жару, было прохладно и пахло вовсе не липами, как и положено воротам на тот свет. Аккуратный старичок в парусиновой паре, белом картузике с антикварного вида тростью в руках и не менее антикварными сандалями на ногах, припирался с местным цербером, вооружённым инструкцией и сержантскими погонами. — Молодой человек, я в десятый раз говорю, мне необходимо видеть тела убиенных граждан Петухова А.А. и его супруги Римской Т.И. Я знаю, их доставили в ваше учреждение. В особенности первого. — Так и сказал. — Убиенных. — Уважаемые. — Устало, — отвечал сержант. — Я вам в десятый раз сообщаю. Я не имею права вас впускать. Это судебное учреждение. Вы не родственник. Вашей фамилии нет в книге посещений. Вы, простите, никто. Поэтому я вас никуда не пущу. Тогда я позвоню вашему начальнику Георгию Петровичу Лаврентьюку. — Эх, имеете право. — То есть не пустите? — Эх, нет, — ответил Цербер и вздохнул, подумав. Вот ты же прицепился, старый клещ. — Ну, хоть скажите, тела уже вскрывали? У вас есть какие-то записи, как это называется? База данных. Старик кивнул на монитор компьютера, видневшись над загородкой. — Послушайте, уважаемые. Сержант встал, покинул свое фанерное обиталище и вышел к старому клещу. — Я просто стою на посту, вот и все. Пускаю туда, выпускаю оттуда, согласно инструкции. Передо мной никто не отчитывается, кому, что и когда вскрывали. Понимаете, я не доктор, я даже не лаборант, я полицейский. И попал сюда по разнарядке сторожить. Вот я и сторожу. Что вам от меня нужно? Неужели непонятно? С первого раза. Вот были бы вы родственник, вот тогда другое дело. Старик тяжко оперся на клюку и, судя по всему, не менее тяжко задумался. Раздумья перешагнуло границы приличий. В самом деле, проходная морга не место, чтобы стоять вот так столбом, прикрыв глаза целую полновесную минуту. Страж открыл рот, дабы намекнуть, но не успел, потому что упрямый дед растворил отчик, которые неприятно напомнили сержанту глаза иконописных святых в церкви. Вроде бы смотрит в никуда, а вроде бы и все время на тебя. — Нехорошо, товарищ милиционер. Я полицейский. — А что нехорошо? — Обзывать старого человека клещом. — Что? Сержант разинул рот и тут же с кастидым щелчком захлопнул его. — Черт, как же неловко-то, а? Неужели я забылся и вслух ляпнул? Вот же довел старикан. — Ничего вы вслух не ляпнули, не беспокойтесь, — сообщил дед. — Как вы... Я не понимаю. Сержант заилозил всем телом, будто хотел выскользнуть из ботинок. — У вас лицо, говорящее, молодой человек. Когда человек редко думает, посетившая мысль видна сразу и в подробностях. Тяжко это дело размышлять, с непривычки. — Что? — повторил полицейский, потому что реагировать было нужно, но как именно он не знал. Старик усмехнулся в бороду. — Да ничто! — передразнил он и вонзил взгляд в зрачки сержанта, заговорив медленно и веско. — Я родной дед покойного гражданина Петухова АА. Родной дед покойного. Артема привезли к вам. Мне необходимо проститься с внуком. Гражданин Петухов. Мой внук. Мой родной внук. Я его дед. Я должен его увидеть. Можете отвечать, привратник. «А-а-а-а-а-а-а» — протянул привратник после паузы, словно просыпаясь. «А-а-а-а-а-а... что же вы сразу не...» Ну тогда документики бы ваши зафиксировать. Художник сцапал из визительниц на стойке первую попавшуюся бумажку с рекламой каких-то очень ритуальных услуг и поделился ею с полицейским. «Благоволите. Меня зовут Петухов Борис Викторович, 16-го года рождения». И пояснил. — 1916-го. Цербер порысил в загородку и тщательно перенес в груз сбух сию информацию, ежесекундно сверяясь с рекламным флайером, который старику и вернул со словами соболезнования. «От головной боли хорошо помогает, но Рафиэн...» — невпопад ответил художник, проходя в скорбное царство. «Простите...» — проводил его непонимающим вопросом полицейский. «Не за что. Прими через час сразу две таблетки. Поможет». И он уверенно, словно бывало здесь не раз, углубился в коридоры и лестницы, стремясь к полуподвалу, где и располагалась мертвецкая. Утроба здания встретило его раением людей в халатах. Хоть и было их всего трое, они умудрились создать суету настолько далекую от здоровой, что и сравнить не с чем. Звонок не работал. «Ну...» — бедский родил заковыристый матюк, вовсе не вязавшийся с его аристократической фамилией и благородными чертами лица. «Вчера еще работал...» — ответил шепотом Быхов. Причем, чего случилось такое понижение громкости, он не сумел бы объяснить. «Торчок хренов!» — сказал его товарищ, тоже заметьте шепотом. Оба стояли на площадке второго этажа перед дверью, чья коричневая краска изменилась кракелюрами. Из окон на лестнице с пушечной силой било солнце, но здесь на площадке было холодно. Настолько холодно, что невидимые ледяные пальцы расшалились под пиджаками сотрудников конторы. Ненормальный холод и ненормальная тишина царили здесь. Казалось, звуки улицы не долетают до площадки вместе с джоулями тепла, хотя, казалось бы, дом не был богат ни стеклопакетами, ни кондиционерами, в то время как эффект складывался именно такой — закрытый стеклопакет и пашущий вовсю кондиционер. «И что?» — задал Быхов риторический вопрос. Бецкий вновь утопил немую кнопку. «Понятно», — ответил его коллега и зябко поежился. «Вышибаем?» — Бецкий кивнул на дверь. «Сыкотно», — признался Быхов. «В смысле, что мы без ордера и все такое?» — уточнил Бецкий. «В смысле, что сыкотно», — оборвал его товарищ злым шепотом. «Надо было брать дробовики», — констатировал Бецкий все той же цитатой и вздохнул, примеряясь к хило-деревянной преграде. И тогда из недр квартиры донесся гулкий, увесистый «БУМ!» Чекисты подпрыгнули. До того неожиданным оказался звук. «БУМ! БУМ! БУМ!» И еще раз «БУМ!» Нечто с размеренностью метронома било будто бы в бочку. А ведь не было там никаких бочек. «Вышибай!» — сказал Быхов. И не успел Бецкий расправить могучие плечи, как следует приложиться. Дверь скрипнула и распахнулась. «Открыто, ёпт!» Напарники зашли внутрь, мгновенно погрузившись в еще сильнейший холод и невероятную вонь. Перед ними лежала прихожая, заставленная антикварной мебелью. Короткий коридор и оплотворенная комната со все той же старорежимной обстановкой. И не души. «Господин Богуслав!» — позвал Бецкий. «Господин Богуслав! Мы из Фейсбе! Мы вчера были у вас, если помните!» «Нихрена он не помнит!» — прошипел Быхов, имея в виду вчерашнее состояние господина Богуслава. «И где он?» «Да на кухне!» Быхов ткнул большим пальцем за угол прихожей. «Блин, воняет-то как будто сдох кто!» «Бум!» — раздалось из-за поворота на кухню. Чекисты разом шагнули вперед и увидели хозяина. Он стоял перед дверью в сортир и мерно колотился в нее всем телом, откидываясь назад и шлепаясь сразу грудью, животом, головой. Деревянная створка скрипучей постановала, так что было ясно. Недолго и осталось, а по белой эмали ползли пятна крови ровно в том месте, куда приходилось лицо наркомана Димы. При этом хозяин он его не обращал ни малейшего внимания на явное неудобство такого метода. «Сколько же он хмурого вколол? Какая анестезия!» Пронеслось в мозгу Быхова. Бецкий же собрался подойти и отдернуть невиняемого парня, но вместо этого быстро отступил назад вглубь прихожей и утянул за собой напарника. Движение это несло в себе один голый инстинкт и никакого разума. Инстинкт — самосохранение. Что-то было неправильно во всей фигуре Дмитрия Богуслава, если не принимать во внимание тот тот факт, что человек пытался вынести дверь собственным лицом. «Эй, придурок!» — рявкнул Бецкий. «Ну, завязывай!» Придурок немедленно завязал и обернулся гостям. «Обосрался, скотина!» Такая мысль вспыхнула на границе сознания Быхова. «Не обосраться бы!» — в унисон подумал Бецкий. С разбитого до мяса лица, нет, морды, на чекистов уставились совершенно жуткие пронзительные глаза, свернутый на бок нос, растесанный, кажется, кость виднеется, лоб и две кошмарные дыры, из которых словно выглядывала сама смерть. Ни один из инквизиторов не сумел бы объяснить, что именно их так впечатлило, но оба разом шагнули назад, а Бецкий даже поднял руку в защитном жесте. «Эй, придурок!» На этот раз рявкнуть у него не вышло. «А ну, утихомирься!» «Стой, где стоишь!» — крикнул Быхов, но тоже не очень уверенно. Ответом стал стремительный бросок. Наркоман Дима выставил руки со скрюченными пальцами, которые украшали синюшные обломанные ногти, и кинулся на чекистов. Бецкий рефлекторно встретил его могучим хуком в челюсть, хотя вряд ли смог понять, как среагировал, настолько быстрой была атака. Масса сложилась с ускорением, челюсть хрустнула, а торчка, в котором было килограмм шестьдесят, кинула в сторону, но он и не думал падать, более того, не думал прекращать атаку. Богуслав, или то, что было им еще вчера, развернулась неуловимой глазом скоростью, и наотмашь хлестнула Бецкого по голове тыльем ладони. Здоровенный чекист с грохотом влетел в дверь, что вела в комнату и вынес ту собственной спиной. Наркоман тут же прыгнул и вцепился в Быхова, оторвал того от пола и швырнул на пол. Он зарычал, замотал башкой, словно выбирая, на кого кинуться, и в этот момент Быхов подцепил ногу носком ботинка и силой пнул вторым в колено. Торчок упал с размаху, приложившись затылком в паркет. Бецкий был уже на ногах. «Лежать, пидор!» Он ткнул пальцем в сторону Богуслава. «Или вставать потом не захочется!» Однако наркоман Дима извернулся на полу и стремительно прыгнул. Точнее, собирался прыгнуть, потому что Бецкий с шагом впечатал тому каблук в подбородок. Богуслава швырнула назад, в кухню, а рядом тяжело поднялся Быхов. «Сука!» Выдохнул он. «Ну, вот и все!» Только это было далеко не все. Чертов Наркуша вскочил на ноги. Удар способен не то что вырубить, а отправить на тот свет чемпиона по боксу никак не убавил ему прыти и ярости. Богуслав задергал головой, завыл на одной ноте. Рука его мазнула по мойке, и в ней засверкал нож. «Нахуй!» Крикнул Быхов, рванув из кобуры пистолет. Вслед ему обнажил оружие Бецкий. Клацнули предохранители вместо тысячи слов. «Еще одно движение!» начал было чекист, когда наркоман рванулся через коридор. Пистолеты разродились оглушительным 9-мм лаем на два голоса. Полдюжины пуль препарировали грудь господина Богуслава, а останавливающий эффект макаровских патронов вернул его на засанный кухонный пол. В воздухе повисла красная взвесь от сквозных прострелов. В луже мочи закрутились кровавые водовороты. «Вот теперь точно все!» констатировал Бецкий. «Из-за этого пидораса теперь объяснительные писать до очешуения!» ответил Быхов и добавил. «Чем он поставился? Вот что интересно! Чуть не убил обоих!» Чекисты зашагали к телу. Быхов отпросил ботинком лязгнувший нож старомодный мясной тесак с деревянной ручкой. Бецкий, на лице которого наливалась гематома, наклонился, чтобы пощупать шею наркомана Димы. Хотя, учитывая шесть пуль в груди, затея была явно из разряда более обязательного, чем необходимого. Господин Богуслав лежал на спине, раскинув руки. Голова нелепо закинута назад. Живой человек так расположиться не мог, о чем Бецкий сообщил. «Готов!» Надо было брать дробовики. Все равно теперь заму мукаемся писать бумажки. «Ты только посмотри, во что он себе харю превратил, а? Ведь каша!» В этот момент глаза наркомана открылись. Неукротимой ярости и жажды убийства в них более не было. В них не было ничего. Быхов охнул, Бецкий тоже. «Рефлекс?» Начал было он, но тут зрачки двинулись, остановившись на нем. Бецкий почуял, будто под рубашкой прогулялась огромная холодная рука, а желудок ухнул куда-то в область таза. Он, который раз за сегодня отступил назад, не желая верить увиденному. Рядом с ним отступал тихо матерящийся Быхов, но верить пришлось. Покойник согнул ноги, перевернулся на бок, потом на четвереньки и встал. Глаза, да какие глаза, абсолютно пустые, неживые, буркало, свелись на чекистах. Бывший наркоман Димас зашипел, будто из проткнутой камеры вырвался воздух и вдруг, шатаясь, побежал на чекистов, загребая в воздухе руками, вновь загрохотали пистолеты. У инквизиторов в этот раз не хватило сил на какие-то слова, они просто принялись стрелять. Еще шесть пуль врубилось в грудь, а тело откидывало назад. Но когда чекисты опустили стволы, они увидели сквозь прозрачный перекселиновый дым, что Дима затормозил задницей, а стол в кухне и бросился, побежал вперед. Твою мать! заорал Бецкий, ухватил для верности ПММ обеими руками и в два сдвоенных выстрела начисто вынес коленные суставы бывшего наркомана. И только тогда ноги его подкосились, и он рухнул головой вперед в коридор. «Что это было?» выдохнул Бецкий. «Смотри, ползет!» Дима полз к ним, перебирая руками, а кошмарные его глаза не отрывались от напарников, зубы клацали, как кастаньеты. «Нахер смотри! Огонь!» Оставшиеся в магазинах пули пришлись в самую близкую часть тела, в голову, лишенная половина черепа тела, как раздавленный паук, дергалась слепо, скребя конечностями в луже крови и мозгов. Быхова вырвало, а Бецкий снабдил пистолет свежим магазином, который разрядил, целясь в хребет и шею, изуродованное тело и после этого не прекращало корчиться, наверное, с минуту. «Охренеть! Просто охренеть! Он что, мертвый?» крикнул Быхов задыхающимся голосом. «Теперь точно мертвый!» Также задыхаясь, ответил Бецкий. Его трясло, но руки сами переснаряжали пистолет. «Видел? Бля, это что ж получается?» «Это выходит, что бред, не вполне бред или мы оба сошли с ума», непонятно пояснил Бецкий. «Лучше бы мы сошли». И тут из санузла раздался голос. До того вышло внезапно, что чекисты разом наставили стволы на звук и лишь чудом не открыли огонь. Голос истерично выкрикивал один и тот же вопрос. «Вы его убили! Вы его убили! Вы его убили!» «Ровный?» переспросил Быхов. «Ровный? Ты? Вы его убили!» «А ну тихо!» «Кирилл, это ты?» «Я?» «Можете выходить, только не испачкайтесь, здесь все в мозгах». Прозвенел отбрасываемый крючок, открылась наружу дверь и санузла вышел антиквар, которого также немедленно вывернуло, отчего в луже мозгов и крови заплескалась доза густой желчи. На скамеечке перед парадным Ровный истребовал выпить, если есть. Выпить нашлось. Бецкий притащил из Лексуса фляжку виски, коего антиквара и спробовал долгим, неостановимым глотком. Лишь потом он смог говорить и заговорил, а Быхов вдруг понял, что Кирилловы волосы не менее чем на четверть разбавлены сединой и неудивительно, потому как история получилась скверная. Когда наркоман Дима прыгнул на антиквара, Блин, я едва прямо там не исканал, как заморозило, стою и чувствую, слюна изо рта каплит. Он в меня вцепился, а я упал, а сам думаю, хорошо мимо лужи, а то как мне потом по городу, салон, чехлы, сгвазную, вот ведь глупость, да? И тут он на меня наваливается, и к горлу, и меня как разморозило, двинул в рожу, коленки поджал, стоит и долбит в дверь, то затихнет, то опять, то затихнет, то опять, то затихнет, то опять, и дверь трещит, и никакого оружия, думал, вечность прошла, а тут вы, хорошо, что я догадался позвонить. Хорошо, это слабо сказано. Короче говоря, ну и вон нахрен эти бумажки, забирайте, мне вам нужно многое рассказать. Нам, я думаю, придется обратиться к вам как к эксперту, гражданин антиквара, сообщил Быхов. Лучше вас все равно эти записки никто не знает, вы же их прочли, кроме второй половины. Я уточню, второй половины у господина Богуслава вы не нашли бы. Вторую половину и еще один небольшой довесок генерал Богуслав, его дед, передал в наш архив давным-давно, сразу после войны. Бог знает, почему зажилил свою половину, теперь не спросишь. Да. У вас есть шанс прочесть записки полностью и кое в чем разобраться. Думаю, вам это нужно, а то так и с ума сойти недолго, добавил Бецкий. Сейчас дождемся спецкоманда из управления и поедем на разговор, нам есть о чем побеседовать, сказал Быхов. И не знал Владислав Аркадьевич, что из проулка напротив их теплую компанию разглядывают чужие и очень внимательные глаза. и так и с ума. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!